какой будет курс доллара в мае двадцать третьего года друзья приветствую всех вас на моем канале я начну сразу же с факторов которые будут влиять на курс доллара в мае двадцать третьего года и первый фактор это бюджетное правило так как на курс рубля в мае будут влиять такие факторы как объем валюты которые российский минфин будет покупать или же продавать на открытом рынке а также информация о доходах бюджета полученных в предыдущие месяцы валютный рынок ожидает подтверждение того что объем бюджетных доходов уже прошел нижнюю точку и начал расти в первой декаде мая должны быть опубликованы данные по инфляции потребительских цен в россии за апрель месяц и если инфляция в апреле останется на мартовском уровне это в районе трех с половиной процентов или если же инфляция не будет существенно повышаться то это будет одним из важных короткосрочных сигналов к укреплению российского рубля при этом банк россии не планировал проводить какие-либо заседания по процентным ставкам в мае что может означать отсутствие важного ориентира для национальной валюты второй фактор это дивиденды и налоги на валютный рынок концу мая также может попасть часть денег от крупных дивидендных выплат как это было со сбером где 90 процентов див выплат пойдет в казну и я предполагаю снижение волатильности на валютном рынке в мае но не буду допускать существенного ослабления на рынке также хочу напомнить что концу апреля на курс доллара к рублю может надавить налоговый фактор хотя его влияние на валютный рынок стало в последнее время не таким уж и значимым следующий фактор это политика федеральной резервной системы сша на курс доллара также может оказать влияние решение фрс по процентной ставки которая будет объявлена 3 мая консенсус прогноз предполагает что ставки фрс будут снова повышены 0 25 процентных пунктов и такое повышение может стать для мировых рынков определенным сигналом к ослаблению доллара и возможно сигналом о том что цикл повышения процентных ставок сша подходит концу если при этом риторика руководство федрезерва будет мягче чем раньше то для доллара это будет однозначно негативный сигнал и шанс для российского рубля на укрепление после майских праздников следующий четвертый фактор это торговый баланс фундаментальный рубль останется под негативным влиянием сокращающегося профицита счета текущих операций из-за ограничений на экспорт и восстановление импорта и хочу заранее вас предупредить о рисках повышенной волатильности курса в одном случае это если потребности в валюте крупных игроков не совпадут с ее предложением в определенный момент поскольку валютный рынок россии становится все менее ликвидным и также к этому хочу добавить что период адаптации российской экономики и сериевых экспортеров к внешним санкциям займет еще несколько месяцев после чего ситуация с притоком валюты может кратковременно улучшиться а курс рубля весной стабилизируется и немного укрепиться летом 23 года ну и последний фактор который будет влиять на курс доллара в мае это цены на нефть и российская валюта может укрепиться на фоне роста сериевых цен средняя цена барреля российской нефти марки ураус с 15 мая по 14 апреля 23 года выросла до 51 доллара если же судить по динамике цен на русскую нефть по открытым источникам то цены с конца марта до середины апреля выросли на 10 долларов сократив дисконт к нефти марки бренд до 20 25 долларов за баррель что должно благоприятно сказаться на дополнительных доходах бюджета также увеличить продажи валюты со стороны экспортеров и соответственно снизить напряженность на валютном рынке глава банка россии эльвира набиулина также связал ослабление рубля с падением цен на нефть и снижением экспорта при восстановлении объемов импорта по ее словам компании экспортеры по-прежнему продолжают продавать экспортную выручку доля продаж которых немножко уменьшилась но не сильно если подводить итог то я прогнозирую что стоимость доллара в мае 23 года будет колебаться в диапазоне от 78 до 83 рублей за 1 доллар сша с возможным приближением к нижней границе в период налоговых выплат то есть концу мая что же касаемо евро то концу мая я жду небольшого отката в диапазон от 86 до 88 рублей и на этом кому была полезная информация ставьте лайки подписывайтесь на канал кто этого еще не сделал желаю всем удачных покупок и до скорой встречи